Сейчас популярность везде, это фамилия Пригожин, наверное, знают все. И вот все-таки, какая смоделировать его дальнейшую судьбу? Какие варианты, как вы думаете? Судьба любого человека в руках Божьих, во-первых. Плюс к тому, я уверен, что Пригожин одержим бесами. Сто процентов в этом уверен, это человек одержимый. Это не значит, что он сумасшедший, подчеркиваю. Нет, он не сумасшедший, он одержим бесами в самом натуральном виде. Поскольку, по всему его стилю поведения, по всему его психозам, по всему, что я о нем слышал, я говорю, что так и есть. То есть, это страшный человек. Это садист, это психопат. При этом не значит, что он глупый, нет, он умный человек. Но садист и психопат. Как? Поэтому, соответственно, ему бесы помогают. Это, к сожалению, так, и они его доведут до определенной кондиции. Неизбежно. Поэтому, сколько он проживет, как он проживет, мы не знаем. Ясно только, что он не списан с активных деятелей нашего политического поля. Он жив, он здоров, ну, насколько в норме. Он не преследуется законом. Он по-прежнему обладает самым главным своим инструментом – вооруженной силой. Да, он потерял свою медийную империю. Но это совершенно не гарантирует то, что он потеряет реальность и свою силу. Он прозвучал. Он в любой момент может быть реанимироваться. А поскольку главный его актив – это вооруженная сила – у него по-прежнему в руках, то в случае наступления смуты он непременно проявит себя. И, к сожалению, по-другому не будет самым негативным образом. Я считаю, что то, что Пригожин не только избежал наказания, но и государство демонстрирует ему фактически лояльность и одобрение. Ну, вот сегодня информация о том, что ему вернули оружие, которое у него изъяли. До этого была информация, что ему вернули 17 миллиардов рублей, несколько сот тысяч долларов и несколько килограмм золота, которое у него изъяли в его вагнер-центре. Это фактически пропустительство преступников. Это пропустительство и демонстрация того, что если ты связан с системой, ты можешь творить что угодно – сбивать самолеты, сбивать вертолеты. Тебе за это ничего не будет. Думаю, что, к сожалению, эта фигура, если ее кто-нибудь не грохнет, а пока об этом речи не идет, я так думаю, что она себя еще проявит самой худшей своей формой. Вряд ли, конечно, ему удастся повторить свой подвиг. Два раза в одну реку войти невозможно. Через Рубикон он не перешел, побоялся, струсил. Второго шанса именно захватить власть лично у него не будет. Но попытаться захватить власть в коалиции с кем-то вполне возможно.